Ну что же, наш следующий раздел называется так «Ресурсы, необходимые для основания церквей». Тема эта всегда была предметом жарких дискуссий. Нуждаются ли основатели в существенной помощи со стороны? Например, финансовой поддержки со стороны какой-либо партнерской организации, содействие в строительстве церковного здания, проведение евангелизационных мероприятий, предусматривающих финансовые расходы на рекламу, материальное обеспечение или аренду помещения. Другими словами, кто будет обеспечивать основателей необходимыми ресурсами? Прежде чем погрузиться в тему, давайте вспомним то, что не устаем повторять на протяжении всего курса. Надо использовать жизнеспособные для наших условий методы. Возможно, на подготовительном этапе помощи понадобится. Дело надо организовать и запустить. Однако ориентироваться в первую очередь надо на то, что мы можем осилить без посторонней помощи, без привлечения финансово извне. Давайте обратимся к библейским основаниям для рассуждений и выводов об использовании ресурсов в христианском служении. Для начала откроем притчи 19.2. Нехорошо души обеззнания и торопливой ногами оступиться. Порой христиане отчаянно рвутся послужить Богу, но не проявляют при этом ни мудрости, ни рассудительности. Да, родить о Божьем деле непременно надо, но надо и разумно подходить к служению. Надо уметь думать наперед. Это воспроизведение церкви. Оно требует мудрости в распоряжении, имеющимися ресурсами, дабы нам насаждать то, что способно расти и множиться. В противном случае наши усилия могут не только не принести пользы, но и навредить. Наряду с этим, в 8 главе 2 послания Коринфянам, апостол Павел говорит, не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток в исполнении их недостатка, а после их избыток в исполнении вашего недостатка, чтобы была равномерность. Апостол обращается к Коринфской церкви, в которой проходит сбор средств для помощи церкви в Иерусалиме во время голода. То есть речь идет не о поддержке служения по основанию новой общины, а о помощи общине Иерусалимской в тяжелый для нее период. Павел говорит, послушайте, у вас есть достаток, вы можете помочь, вы можете облегчить их время. Материально они бедны, но духовно богаты, и готовы поделиться с вами этим богатством. Это будет обоюдной поддержкой. Поэтому, да, мы должны великодушно помогать тем, кто испытывает нужду, но делать это разумно и мудро. Надо сказать, что на наше восприятие самой природы ресурсов влияет целый ряд факторов мировоззренческого характера. Какой взгляд, какое отношение к ним предписывает нам культура? Как распорядиться имеющимися средствами, сохранить их, вложить или потратить? В одних культурах ресурсы принято сберегать, чтобы использовать их потом, в будущем, когда это потребуется. Так родители копят деньги на оплату обучения своих детей или на покупку дома. В других культурах подход несколько иной, и там полученные деньги предпочитают сразу тратить, потому что в сбережениях, по большому счету, необходимости нет. Будущее обеспечивается другими способами, посредством государственных программ, племенных традиций и так далее. В сбережениях потребностей нет. Соответственно, и подходы к распоряжению средствами у этих людей иные. Дальше. О какого рода ресурсах идет речь? Пополняемых или непополняемых? Многое, как вы понимаете, зависит от условий жизни. Вы можете жить в теплом климате, у вас может быть огород, вы можете быть охотником, и тогда на вашем столе практически всегда будет пища, так как есть возможность пополнять свои запасы. Другое дело, когда ресурсы весьма ограничены. Например, вы живете в регионе, для которого характерны холодные зимы. В этом случае вам придется делать запасы продовольствия. Вот так по-разному у людей формирует соотношение к ресурсопотреблению. Подходить к этому можно целостно, а можно узконаправленно или аналитически. Что это значит? На Западе церкви, как правило, собирают средства на какой-то определенный проект. Допустим, на покупку велосипедов, на которых миссионеры могли бы ездить по деревням. Это классический, аналитический или узконаправленный подход к распоряжению средствами. Смотрите, что происходит. Вообще не делают целевой сбор и отправляют собранные средства организаторам проекта. Они их получают, но вдруг в церкви, куда была направлена финансовая помощь, внезапно заболевает пастор. Ему нужно лекарство, денег на которые, увы, нет. Зато есть деньги на покупку велосипедов. Что же важнее, приобрести велосипеды или оплатить лечение пастору? В конце концов, больной пасторой поехать-то никуда не сможет. Логично? И вот тогда требуется более целостный взгляд и ресурсы. Смотрите, у нас есть деньги, есть внезапная нужда. И пусть средства были предназначены для одного, разумнее израсходовать их на другое. Ведь разумнее? Согласны? Однако жертвователь может посмотреть на это иначе. Погодите, скажет он, я давал деньги на велосипеды, так что на велосипеды их попрошу и потратить. Кстати говоря, в Америке налоговые службы могут просто не разрешить церкви потратить деньги, собранные для одних целей, на другие. То есть нецелевое использование средств может обернуться для общины определенными проблемами. Таким образом, в одних культурах принято строго целенаправленное расходование средств в соответствии с принятыми статьями бюджета, а в других – более ситуативное, в зависимости от возникающих нужд и потребностей. Это, в свою очередь, актуализирует вопрос о подотчетности. Тот, кто потратил деньги на лекарства, счел свои действия оправданными, а тот, кто жертвовал эти деньги, расценил такой поступок как неправомерный. И это может стать почвой для конфликта. Причем совершенно не обязательно, что кто-то в этой ситуации прав, а кто-то виноват. Обязательно, однако, выработать приемлемый для всех подход в расходовании средств, определиться, кто кому подотчетен и на что должны быть использованы выделенные деньги. Итак, каково же культурное восприятие ресурсов в контексте межличностных отношений? Наши вопросы все усложняются. Например, мы с вами деловые партнеры или родственники? В большинстве культур сотрудничество – это прежде всего деловые отношения. Но об этом немного позже. Другое дело, если мы родня. Это совсем другие отношения. Если в семье подход к расходованию средств будет более целостным, то в деловом мире все будет несколько иначе. Дальше. Какое отношение будет преобладать? Патерналистское или более функциональное? Иначе говоря, насколько жертвователь контролирует то служение, которое он поддерживает, насколько пытается патронировать его. Иногда человек жертвует только на определенных условиях, причем не обязательно касающихся цели использования средств. Основным условием оказания помощи может стать, например, определенная доктринальная позиция церкви-реципиента или какой-то другой существенный для жертвователя момент. Такой способ взаимодействия и называется патерналистским. Каков тип отношений между сторонами – взаимозависимости или независимости? Иногда нам хочется, чтобы церковь была самодостаточной. И само по себе это неплохо, но получается так не всегда. Итак, взаимозависимость как улица с двусторонним движением, как вариант обоюдных усилий, или же независимость и одностороннее движение. Все эти вопросы необходимо тщательно обдумать. Еще один аспект – это культурное восприятие такого понятия, как подотчетность, его мы уже касались. Здесь нас интересуют именно культурно обусловленные способы и формы подотчетности, а также выработка в целях сотрудничества неких общих подходов. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинарий.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова